ой чобака привет откройте окно откройте окно машина аккуратно моя девочка качается стоит открой окно открой окно ой красиво открой окно стоит качается хвостом машет ладно пошли а есть другой еще я хвост это и тут и тут сица в тимоте поятного тарелочку не хочешь в раковину поставить давай ставь раковину ваня нас прислуги нету так ну что я вас вышла знакомить с нашим балконом так вот тут кстати ваня стоит контейнер с улиткой слушай ваня на переползла улитка в другое место у тебя она вчера была в углу мы чуть не поняли вообще что с ним было она не хотела хотела жить а сейчас она переползла она сидела вот тут вот то есть она жива мы и огурчик он положили ладно надо будет она выпустить ее хорошо так кориде нет тебе сюда не залишься грязь и сюда не заходишь так ну вот смотрите что у нас здесь есть стыдобище или стыдобище как это назвать я не знаю вообще смотрите вот здесь вот были я даже не скажу что это было это было это не с бегониями это просто бегонии это тоже это питание вот это вот питание и это вот зеленые ложки были помидоры здесь не пойми что какой-то ужас короче вообще не хватит поняла прекрати этим заниматься немедленно ваня поиграй с ней да и мячик да и динозавр на них не кусать и покажи динозаврика вот я абсолютно ничего не покупаю в цветах ничего про них не знаю поэтому все что живо я попробую реанимировать все что умерла просто выкину вот и вся политика стекло грязно на него лепестки прилипли это все надо мыть мыть это жутко неудобно и надо мне покупать все таки моющих окон робот я вложу сюда фотки покажу вам как красиво у нас было на балконе в сезон вот а сейчас вот смотрите например вот это питания листики новые свежие да значит что они живы получается мне что надо вот так обрезать их что делать то с этими сухими ветками непонятно чем короче давайте приступаем со мной что ли так получается или как вот смотрите вот например сухая ветка да но здесь зеленоватая это же что значит она начинает вот это вот точно видите уже все это выбросим это еще сидит это сухие вот ветки все это уже все можно это вот а вот эти я сейчас обрежу зеленые вот эти вот сухие срежу хрен с ними умрут так умрут что делать иначе я не умею вот эти вот все видите что творится все это вырывается вынимается интересно вот это зимой они тоже выбрасывать или в нее можно что-то посадить знает напишите я вообще ноль в этом любят смотреть абсолютно засохшие ветки но при этом такой листик вырос как это понимать что с ним делать вот это вот все нужно убрать это у меня в прошлом году тоже было все засохшее а я это все дело убрала и новые листики вылезли и бегония была на следующий год опять шикарная мы сейчас это и сделаем берем вот эти сухие все палки и листья новая вдруг вырастет выкидывать в общем вот так действуем все лишнее убираем а Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы что-то придумать здесь на пол чтобы было чище чтобы можно было босиком выйти не знаю может быть нам просто заказать то есть купить такую деревянную плитку в икеа на пол мне кажется здесь у кого-то есть такая плитка я видела так что ничего невозможно сделать то колбасочку то макарошечки свари ту котлеточку разогрей ну вот как я не знаю всех дети едят 24 часа в сутки вот вот так я хоть немножко почистил я посмотрю что что из этих цветов полезет что не полезет дальше уже будет тогда видно что делать вот так так что можно уже выходить на балкончик сидеть пить чаек я помыла крышку от столика я помыла фонарь для свечки вот эти штучки помыла так подмела здесь что смогла в общем стало более-менее получше небольшая разница но 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 лучше это два мешка черных землей со старой очистками как называется сухо цветом вот с этим с хвостом я попрошу выбросить они довольно тяжелые не хочу тащить все вот так как сегодня на ужин я буду готова такая ну пожалуйста ночь хочет нельзя нельзя я буду делать рис на кокосовом молоке буду варить с грибочками и с луком и с чесночком ничего особенного очень просто сейчас я покажу я на самом деле очень люблю грибы практически любые они практически наверное любые в любом виде но одни из моих самых любимых грибов это шиитаки вот у меня здесь немножечко шиитаки есть вот таких коричневых шампиньонов это называется честно вот смотрите значит шампиньоны я достаточно мелко порежу а шиитаки порежу на пополам или на четвертинки чтобы ощущался их вкус вот все режем а 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 у а а а а дальше все просто значит я сегодня решила использовать обычный круглозерный рис вот такой я покупаю польском магазине идеально сюда было бы рис для ризотто я хочу потому что что получилось что-то типа ризотто вот поэтому вас мать и такой длинный 1 и 4 я не хочу я хочу чтобы было что-то более кашистая поэтому у нас круглозерный рис я сейчас помою кокосовое молоко и специи кроме соли и перца я ничего использовать не буду вот здесь лук чеснок этого достаточно кто-то добавляет итальянские травы я не люблю потому что они настолько ароматные что вкуса грибов просто не будет поэтому я считаю что вот так вот будет вкуснее да по факту камни вот так обжариваются грибочки именно обжариваются вкуснее как мне кажется и дальше сюда я был уже рис и обжарю кокосовое молоко я выключаю режим жарки и у меня возможно сейчас сразу не включится но я попробую включить режим плов зачем мне плов с другой стороны я обычно готовлю на режиме рис у меня все нормально режиме рис я поставлю на на 26 минут тоже отмерено так все этого наверно будет маловато нет не стоит потому что горячий я даю немножко горячей воды сейчас я поставила чайник чтобы он закипел дело в том что все немножко воды заливаем много не надо потому что мультиварка то у нас получилось все равно рис получился рассыпчатым ну как в ризотто примерно такая консистенция и получилось очень вкусно если вы любите кокосовое молоко попробуйте с не пробовали обязательно так сделать это очень вкусно мне кажется даже если без грибов сделать а просто сварить рис в кокосовом молоке будет просто бомба вова кушать не тебе кушать смотрите как она ковер сожрала видите этот угол вот этот начала и по моему и вот тот еще тоже ваня на кофту валяется смотрите кто это сделал одни убытки смотрите какая красота время начала 9 уже 10 минут 9 а на улице еще светло к вере легла на свое любимое место смотрит в окошко сечет потому что делает кто гуляет кто не гуляет а у нас впереди четыре дня выходных потому что католики в это воскресенье отмечают пасху и в ирландии государственные выходные это пятница суббота воскресенье и понедельник что мы будем делать в эти дни не знаю тем более если будет такая хорошая погода она обещает быть хорошей я даже честно говоря и не знаю сегодня мы с вами вышли прогулялись около дома я могу сказать настроение конечно гораздо лучше гораздо бодрее себя чувствуешь и сразу прям какой-то боевой настрой появляется потому что сидеть дома в четырех стенах это конечно хотя у меня очень много дел если честно сейчас сяду повяжу мне нужно закончить кое-что очень важное вдохновение честно говоря не особо но надо в общем вот такой у нас сегодня был насыщенный день всем спасибо что смотрели нас оставайтесь с нами смотрите дальше всего самого доброго вам крепкого здоровья пока пока